В ГОСТЯХ У ЕЛЕНЫ И снова здравствуйте! Приветствую вас, дорогие друзья! Вы на канале В ГОСТЯХ У ЕЛЕНЫ И я начинаю утро с таким замечательным, самым для меня сейчас замечательным местом, это горка. Я её тоже в домашнем видео, в дачном блоге, вернее, вам там снимаю, показываю, как я её делаю. Вот, она уже наполовину у меня сделана, если вы со мной, то вы знаете, как она выглядела. Вот, ещё не готова, дальше буду делать. Но сегодня я хочу снять для вас замечательный рецепт, это лечо с белой фасолью. Очень вкусный рецепт, всем советую. У меня в этом году столько перца, что я даже делаю те рецепты, которые не делала года 3-4 назад. Вот, я делала в прошлом году лечо с баклажанами и с фасолью 2 года подряд, а вот это не делала. Но столько перца у меня, что просто не знаю, какие рецепты делать уже. Его очень много в домашнем влоге в дачном вы видели. Сегодня 4 сентября, вот, и ящики у меня переполняются. Значит, впереди будут у меня ещё рецепты. Перец в масле я сниму, вот, тоже там 3 килограмма перца. В общем, я размерила, разделила все перцы, все ящики, которые есть, на рецепты, чтобы у меня как бы вышло. И потому что там ещё, ещё очень-очень его много, я даже затрудняюсь, сколько сказать килограммов будет у меня. Вот, но хочу сказать, что я уже лечо сделала из 45 килограмм перцев. Можете себе представить, сколько ещё других я сделала рецептов, которые вы видели. Очень много перца. Он такой крупный, мясистый, а мелкого столько, что просто, ну, знаете, как ягоды на кустах зимой в снегу. Очень красивый и очень вкусный. Итак, сейчас я вам назову ингредиенты, которые нам понадобятся для этого замечательного рецепта. Я ещё раз извиняюсь, что я не пишу рецепт под видео, потому как мне некогда. Я уже объяснила, почему. Потому что я на даче, здесь нет интернета. Мне очень тяжело это делать, и монтировать, и писать, и видео очень много. Это лето для меня такое. Но я очень рада, что я могу оповещать вам, могу показывать и делиться с вами своими рецептами. И что нам нужно для лечо с белой фасолью? Просто внимательно прослушайте и пишите. Вот и всё. Нам нужно на 5 литров, у вас будет выход 5 литров, помидоры 3,5 кг, перец болгарский 1,5 кг, фасоль 500 г, фасоль белая, сахар 1 стакан, соль 2 столовые ложки, масло растительное 1 стакан, уксус 9% 200 мл. Фасоль нужно замочить, как я уже вам показала, кадр в воде и оставить на ночь. Затем промыть её, залить свежей водичкой и отварить до готовности. Банки с крышками, естественно, промыть содой, простерилизовать. Помидоры пропустить через мясорубку. Ну, в общем, любым путём достать эту мякоть вам. Не буду говорить, что через чего, кто со мной, тот знает, что я делаю. Значит, и вот это пюре довести до кипения. Перец нужно нарезать соломкой. В этом рецепте именно так он должен быть. И добавить в томатное пюре. И кипятить 15 минут. Добавить потом фасоль, сахар, соль, растительное масло. И варить 10 минут. Затем влить уксус, варить ещё 5 минут. И потом горячее лечо разложить по баночкам и закатать крышками. Значит, фасоль нужно отварить до аль дента. Что такое аль дента, если кто не знает? На зубок. То есть, чуть-чуть твердоватой, чтобы была. Для того, чтобы она у вас не разварилась. Она должна, фасоль, иметь, ну, значит, целую форму. То есть, сохранить свою форму. Вот так. Всё, что нужно сделать, это просто внимательно прослушать и написать. Себе на листу. Итак, за ночь у меня фасоль, так сказать, набухла. Я её отварила. Желательно это лечо делать с фасолью белой. Вот у меня была белая с чёрным глазком, здесь другой не было. Магазинов здесь нет, сами знаете, на даче. Надо 3 километра пройти до остановки, чтобы сесть и ещё сколько-то километров проехаться, чтобы купить. Вот, поэтому у меня какая была, с такой я и сделала. Но желательно с белой. Таким образом у вас просто будет красивый цвет лечо. Будет, естественно, перчик, смотрите, какой красивый. Соломка я нарезала. Будет свой цвет сохранять. И потом томатный сок, всё. В общем, одним словом, белый. Но она у меня белая, и за счёт вот этого глазка немножко потемнело. Ничего страшного. Это тоже будет вкусно. Значит, баночки я стерилизую. Здесь у меня баночки простерилизованные для... литровые, для томатов со сливами. Я вам в домашнем влоге там дала рецептик. Не стала показывать, как. Это очень просто. Я просто дала рецепт вам. Очень быстро делается. Ну что ж, значит, сейчас у меня в мультиварке варятся, увариваются томаты. Буду протирать их через сито. Делать пюре томатное. И покажу, что я буду делать дальше. Итак, как я сказала, что поставим мякоть, пюре поставим, уварить. И, ну, доведём до кипения. Потом, значит, положим сюда перчик сладенький. И только в последнюю очередь посыпала я перчик. Вот он. Видите, сколько получается. Выход 5 литров, как я уже говорила. И вот так вот перчик я проварю 15 минут. И только лишь потом мы уже добавим фасоль. Но я подключусь, покажу вам. Ну что ж, прошло 15 минут. Я добавила только сейчас сахар, соль. Вот перчик какой красивый, разноцветный. И сейчас я буду сюда выливать, ну, класть фасольку. Вот так. Видите, она прям даже у меня как стучит. Она аль денте такая, чтобы фасоль не была разваренная. Вы знаете, я думаю, что фасолька эта будет очень красиво смотреться в этом лечо. Во-первых, она не крупная. Вот. С таким черненьким глазком. И не думай, что поменяется цвет. Глазочек темненький, чуть-чуть только виден. И я вообще-то, когда варила, можно сказать, это все и выварилось. Вот. Вот она фасолька там. И теперь мы будем варить с момента закипания, будем варить еще 10 минут. Останется минут 5 или даже можно сварить вот эти 10 минут. Я так делаю. Затем вливаю уксус. И еще минуты 2-3 я проварю и буду по стерилизованным баночкам и крышечкам. Видите, как они стоят, лежат кверху ножками. Сейчас я их наполню. Готово лечо. Вот такое вот оно красивое. И очень вкусное. Поверьте мне, я такое блюдо делала очень часто. Я же вам говорила, что у меня есть разные лечо. И еще у меня есть лечо другие. И постепенно на следующий год еще дам вот такая прелесть. Не забывайте, что фасоль должна быть вот такая неразваренная. Иначе не будет красиво. И вообще и перчик должен хрустеть, быть аль денте на зубках. Все, я уже выключила. Сейчас буду по баночкам и закатывать. Ну что же, дорогие хозяюшки. Готово мое лечо. Остыло. И вот оно перед вами. Вкусное. Посмотрите на эту фасоль. Видите такой черный глазочек? Он вам моргает. Возьми меня и скушай. Это буся тут бегает, носится. Гремит, если слышите звук. Ну что ж. Я очень вам советую этот рецепт. Он очень вкусный. Очень вкусный. Это как второе блюдо. Можете запечь кусок мяса. Курочку. Либо ребрышки. Кто что любит зимой. И открыть вот такую вот баночку. И подать к мясу. Ну что может быть еще вкусней, если вы вот таким ужином будете встречать своего любимого мужа. Ой, он будет очень рад. Вот такая вкуснятина получается. Готовьте, радуйте своих дорогих и близких, и любимых. Ну а я с вами попрощаюсь. Пожелаю вам, как всегда, по традиции своего канала, всего самого-самого доброго, самого хорошего, что есть на белом свете. Все, мои хорошие, к вашим ногам. Ибо мы все заслуживаем. Будьте счастливы, будьте любимыми и любите. Ну а вы, как всегда, были на канале в гостях у Елены и Артема. Пока-пока. Пока-пока.